всем привет с вами снавайс добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств и сегодня у меня на канале полноценный обзор планшета кан от компании xiaomi mi pad первой версии я приобрел для него вот такой вот чехольчик он довольно таки качественный довольно таки хорошо сделан от компании mercury есть много различных расцветок но что самое интересное несмотря на то что было заявлено что у нее есть магнит для того чтобы зажигать экран да то есть когда экран реагирует на открытие закрытие обложки как выяснилось его нету вот поэтому вот немножко разочарован вот хотя сам по себе чехольчик довольно таки неплохой ну что друзья давайте посмотрим на планшет я вам расскажу что я с ним сделал и что мне понравилось и не понравилось самые внимательные из вас могут сейчас увидеть то что это не стандартная оболочка да это не миюай дело в том что стоковый миюай даже тот который глобальный и устанавливается на планшетах которые официально продаются у нас мне не понравился довольно таки тормознутая прошивка были не некие глюки связанные с вай фай с камерой ну то есть она такая сама по себе оказалась не очень хороший хотя я пользовался самой последней прошивкой 7521 новее в принципе нету на форме фопада многие жаловались на эту прошивку и есть несколько вариантов замены есть собственно говоря то прошивка который установил я это ремикс ос на операционка ремикс ее можно поставить даже на компьютер вот есть вот такая вот версия адаптированная именно под не под и есть естественно еще цианоген 11 версии его я еще не пробовал но народ говорит что в принципе весьма довольны и каких-то глюков не наблюдаются что мне понравилось здесь в принципе она даже поинтереснее смотрится ну на мой взгляд да не искушенный мне больше нравится вот здесь вот панель именно регулировок настройки здесь ну скажем так более лаконично сделаны и как-то вот скажем так более логично не нужно лазить через кучу пунктов меню вот здесь все собственно говоря работает никаких проблем нету абсолютно ну и еще один несомненный огромнейший плюс в том что батарейка на данной прошивке средних сос держит у меня дольше причем довольно таки значительно если на нее я получал порядка 8 9 часов экранного времени когда я использовал планшет допустим для браузинга интернета и просмотра фильмов то здесь в том же режиме я получаю уже порядка 11 а то и 12 часов экранного времени то есть но прибавка 3-4 часа это значительно и это мне действительно нравится не знаю как национогене но планирую накатить попробовать просто хотя бы даже ради интереса посмотреть собственно говоря на прошивку ну а в принципе больше каких-то сильных изменений нету это тот же kitkat 444 к сожалению даже лолипопа на данный планшет мы скорее всего не увидим потому что нету ни ядра ни драйверов ничего да то есть под данный планшет планшет не написано поэтому к сожалению мы останемся на kitkat и но учитывая то что можно накатить прошивки которые полностью визуально меняют сюда вы в принципе об этом даже и не узнаете вот соответственно из плюсов как я уже сказал теперь на текущий момент довольно таки долгое время работы несмотря на то что планшет очень мощный 11-12 часов экранного времени мне кажется это очень и очень здорово с точки зрения скажем так громкости до планшета тоже довольно таки все громко мне понравилось как работают динамики они такие достаточно басовиты я бы даже сказал что очень громко работает естественно никаких проблем у нас проигрыванием и и диннику и диннику 4к наверное смотреть я бы не стал все-таки экран довольно таки маленький вот и как бы зачем грузить батарею какими-то безумными разрешениями да то есть я смотрю здесь hd и full hd фильмы и в принципе считаю что это за глаза хватает с точки зрения фотоспособности здесь в принципе вы знаете несмотря на то что это планшет мне даже понравилось единственное что мне показалось что немножко уходит камера в синеву то есть когда у нас преобладают вот такие вот ярко-красные тона до камеры немножко вот не может с акцентироваться не может сделать правильный переход и мы получаем вот такую вот холодную картинку хотя она достаточно неплохая то есть каких-то значимых шумов здесь нету ну здесь собственно говоря при контрольном освещении естественно все довольно таки темно получается что логично собственно говоря по качеству картинки да особо претензий нету учитывая то что это планшет и камера здесь второстепенно если мы снимаем по освещению да то есть по направлению куда у нас светит солнце то он получаем довольно таки яркую картинку никаких перекосов цветовых у нас нету да и довольно таки все неплохо детализацию мы не теряем хотя вот на дальних объектах естественно начинают появляться некоторые шумы ну собственно говоря это видео снятая на немножко почему то есть вот как подрагивание такие это full hd то был hd это full hd причем full hd на мой взгляд записывается и проигрывается плавнее странным делом фокусировка достаточно быстрая то есть он очень быстро фокусируется переходит с одного объекта на другой поэтому здесь никаких проблем вопросов нету это уже как бы в помещении без вспышки но у окна уже конечно камере довольно таки сложно справляться уже есть смазы и небольшие шумы здесь чуть лучше у нас получилось но все равно при приближении мы видим что вот появляется уже цветовой шум вот то есть если не увеличивать на экране планшета картинка радует если мы будем смотреть это в увеличении либо же на большом экране то уже будут вылезать различные артефакты ну это вот как бы еще варианты все-таки появляются шумы здесь текст читабельный хотя вылезают шумы здесь получилось получше то есть ну что я могу сказать в принципе для планшета камера достойная мы прекрасно понимаем что вряд ли вы будете очень часто ей пользоваться вряд ли вы будете таскать планшет с собой на улицу для того чтобы делать какие-то кадры вот но сделать какую-то короткую зарисовку до быструю какую-то съемку если она понадобилась вы в любом случае можете да здесь никаких проблем у вас не будет это у нас что касается фото что касается тестов ну естественно gps здесь нету поэтому я не тестировал вай фай приемник здесь шикарнейший тарифная скорость 60 мегабит и мы собственно говоря как на получение так и на передачу ее и получили то есть обрезание скорости но их практически нету это шикарно вот очень низкий пинг то есть точки зрения браузинга в интернете через вай фай никаких проблем antutu показывает шестьдесят одну тысячу пятьсот тридцать восемь баллов даже даже на текущий момент несмотря на то что планшета уже больше двух лет да это прекрасный результат и в принципе планшет справляется ну со всеми поставленными задачами да то есть все игрушки все программы которые вы ему подсовываете он без проблем переваривает и вы естественно не видите никаких подтормаживаний лагов глюков и так далее мне очень понравилось читать на данном планшете во первых он довольно таки легкий и его можно держать в одной руке очень качественный экран он естественно не видно никакой пикселизации он очень насыщенный яркий и читать здесь действительно одно удовольствие очень напомнило мне скажем так ощущение учтения на айпаде до ipad mini на большом айпаде то есть но действительно очень и очень здорово голова практически не устают таким вот образом поэтому с точки зрения читалки он тоже действительно очень и очень хорошо справляется но и в режиме чтения я вот ездил на поезде практически сутки мне хватило ну наверное часов на 17 чтения когда я просто валялся читал ну очень долго держит в режиме чтения данный планшет вот таким вот образом что касается игр я естественно установил попробовал тот же half-life и портал но без джойстика играть нереально ну и невозможно он требует bluetooth джойстик поэтому просто установить посмотреть что игрушки запускается я это сделал посмотрел и удалил вот смысла специально покупать под это дело джойстик я не вижу я не игроман вот приятно что планшет может запускать какие-то навороченные игрушки это здорово вот у меня вот такой вот здесь джентльменский набор в который я там и повседневно играю и ребенок у меня играет давайте запустим ради интереса какую-нибудь из игрушек очень мне нравится довольно таки красочная и насыщенная хотя уже появилась вторая версия но первая мне до сих пор нравится значительно больше естественно никаких лагов и тормозов здесь не наблюдается приехали игрушка бегает на ура наверно ну а на 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 отлично это можно рекомендовать всем дверям а вот и естественно любые игрушки без проблем у вас здесь пойдут вот а Если у вас есть Bluetooth джойстик, то вы можете ставить такие классные игры, как Half-Life, Portal, Doom, тот же Trine. Ну, то есть, очень-очень много игрушек, которые действительно эксклюзивны, можно так сказать, для планшетов на базе NVIDIA Tegra K1. Вот таким вот образом, друзья. Ну, что я могу сказать? В общем и целом, планшет более чем нравится, более чем устраивает, поэтому то, что я хотел, я и получил. Маленький компактный девайс, который всегда можно таскать с собой, даже в зимнюю куртку он у меня влезает во внутренний карман по размеру, он легкий, он очень долго держит батарею, особенно вот на этой прошивке Remix OS, которую рекомендую, по крайней мере, попробовать. Я думаю, что многим из вас она понравится. Ну и, собственно говоря, за эти деньги вы сейчас не купите более мощного, более навороченного планшета, чем Mi Pad первой версии. Рекомендую реально поторопиться найти и купить, вот, потому что там за 9000 рублей сейчас ничего аналогичного в принципе нету. Вот таким вот образом. Ну что, друзья, спасибо за внимание, спасибо, что смотрели мой обзор, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok